За зиму у реки скопилось огромное количество мусора. Пустыми бутылками, всевозможным пластиком и даже матрасами и верхней одеждой встретила набережная волонтеров в этом году. Собрать сухую траву и спилить засохшие ветви деревьев и кустов – еще одна задача. Работы много, но волонтеры не унывают. В этом им помогает музыка и живое общение. Сегодня на субботник пришло 40 человек, что помогло справиться с огромным количеством мусора за считанные часы. Кроме необходимого инвентаря, участникам выдали и защитные средства, чтобы обезопасить людей от коронавирусной инфекции за пределами их домов. Все, кто у нас участвует, все обеспечены дополнительными средствами защиты. Это маски, антибактериальные гели выданы. Кроме того, мы выдали перчатки, людям выдали репелленты, чтобы обработаться от насекомых. Поэтому работа, в принципе, организована, идет. Депутат по округу Юрий Ефименко не первый год организует субботники в районе набережной. В этот раз в режиме всеобщей самоизоляции удалось охватить тот же объем, но меньшим количеством людей. Во многом это стало возможным благодаря привлечению дополнительной техники. Из автомобильного завода «Урал» был направлен дорожный пылесос. Он очистил дороги от скопившейся пыли, которая в ветреную погоду разносилась по всему городу. В свою очередь, администрация МИАСа выделила грузовой транспорт, на котором были вывезены подготовленные мешки с мусором, провести уборку с соблюдением всех мер предосторожности в период пандемии. Такую задачу в этом году поставили перед собой участники субботника и справились с ней.